Сейчас, короче, смотрела ролик Будильника, вначале на Бастионе, потом на Ютьюбе. Ну, на Бастионе там про, как говорится, как всегда, про врачей. И у меня появилось острое желание рассказать вам про то, как я беременной ходила. Потом я включила Ютьюб, и вот пару слов про Ютьюб. Там у него про статистику. И он там говорит такую вещь, что стали по-другому считать статистику. Я про статистику немножко знаю. Дело всё в том, что у меня есть такая подружка. Ну, сейчас уже не подружка, она почему-то не захотела со мной сейчас общаться. Она была в институте, у меня подружка. Мы учились вместе. Она потом в Москву поехала работать. В Москве она работала именно в статистике. И потом она переехала сюда и тоже переводом перешла тоже в эту статистику. И вот она мне рассказывала, что там, говорит, был какой-то у них мужичок раньше, что очень всё хорошо было. А потом этого мужичка поменяли на какого-то молоденького, и всё. И всё пошло просто трам-тарарам, короче говоря. То есть, говорит, всё, вот это поменяли, вот эти все, как считать, что считать. И, говорит, вообще просто. Говорит. Ну, в общем, вы поняли, да? Ну, а я ещё не хочу рассказать, как я вставала, ну, и ходила беременна, как я вставала на учёт. В общем, перед тем, как забеременеть, я как приличная девочка пошла ко врачу, гинекологу, и сказала, я хочу забеременеть, проверьте меня, всё ли у меня хорошо. Они мне назначили какой-то УЗИ, я сходила платно, правда, сделала. Анализы какие-то взяли, сказали, всё хорошо, беременней. И вот, значит, я как бы стала готовиться к этому. Ну, не сразу, как бы, да. Вот, ну, ладно. Там это всё, я вам рассказывала, что и прививки я не стала делать перед работой, что мне сказали, что не надо перед беременностью делать. И флюорографию мне не стали делать, врач там знакомый сказал, после сделаешь. Короче говоря, всё, подготовилась, забеременела. Забеременела, пришла на пятой, шестой неделе ко врачу, говорю, так и так, я беременна. А пришла я ко врачу в эту, при перинатальном, в этом, ну, там такая врач, блин, я не помню её фамилию. Я, короче, к ней пришла, я говорю, так и так, я беременна. А она, как бы, ну, видимо, то, что у меня срок-то маленький, она меня отправила там на что-то, я не помню, на что. Ну, УЗИ отправила опять, я сходила, сделала, какие-то анализы дала. А она говорит, ну да, правда, вы беременные. Ну идите, вставайте на учёт. Я говорю, как так, а что, к вам нельзя? Ну она мне так нравилась, она такая. А она говорит, нет, говорит, а я врач, который специализируется по, ну наоборот, типа у кого проблема забеременеть, вот я типа помогаю им забеременеть. Вот, я говорю, как жалко, как жалко, такая хорошая врач. И пошла я, короче, брать номерок, и попалась мне врач как бы Суворкина. Ну ладно. Пришла я, короче, к этому врачу. Вот, туда-сюда. Такая она, сразу видно, такая женщина такая. Ну, не знаю, лет сорок тогда, наверное, ей было. Может быть, чуть больше, вот. И она начала мне задавать вопросы. Вот. И один из вопросов она мне задала такой. Ну там я анкету заполнила, знаете, анкета такая, там, типа, ну какое у вас образование, ля-ля-ля, это я всё заполнила. Вот. Она спрашивает, а как вы предохранялись? Я вообще, я растерялась. Я когда шла к гинекологу вставать на учёт, я не думала, что мне будут задавать такие вопросы. И тем более, какое-то, знаете, такое ещё и состояние не совсем комфортно. Ну, как бы всё-таки гинеколог, к нему вообще не очень-то хочется и обычно ходить. Тут ещё по беременности тоже нестандартная ситуация, да. Я говорю, ну как бы, как, ну как, ну как, ну понимаете ли, как, ну как, ну как, ну как, когда не до конца. Самой неудобно, самой вообще капец так неудобно. Она говорит, это называется прерванный, ну вы поняли, да, что. Говорит, как вам не стыдно? Вот, говорит, у вас высшее образование, а вы, говорит, даже не знаете, как это называется вообще. Ну почему, говорит, вас-то мучат вообще, а? И, знаете, с такой манерой, знаете, как будто бы я какое-то полное говно. И она вот это вот, ей приносят удовольствие, чтобы меня вот носом потыкать. А я такая, знаете, ну это я сейчас такая боевая, сейчас бы я как-то ответила бы этой суморкиной. А тогда я была ещё такая вот вся, вот это вот, вот. Ну, растерянная, в первый раз забеременела, понимаешь ли, вот. Так сижу, думаю, боже мой, и мне к этой женщине 9 месяцев ходить, ну там уже поменьше, я ничего не сказала. Я вышла и поняла, что я больше туда не вернусь. Очень переживала, потом даже, кстати, на этой почве заболела. Вот, заболела, и, короче, решила, что я пойду и встану на учёт в третью поликлинику, к Слупко. Почему к Слупко? Потому что она меня спасла. Сейчас подсказка вылезет, посмотрите это видео, как она меня спасла, считая от смерти. Позвонила в этот перинатальный центр, говорю, так и так. Я говорю, я была на приёме с Уоркиной, я говорю, я больше как бы не приду. И я буду стоять в другом месте на учёте. Мне женщины в регистратору только спрашивают, типа, а почему? Я говорю, мне не понравилось, как со мной человек общался. Ну, человек очень грубо общался. Регистратор что-то такая, говорит, а, ну понятно. Ну, то есть они там все в курсе, как она общается. То есть не я первая, не я последняя. Об этой Суворкиной в интернете много таких вот негативных отзывов. В этом промежутке я заболела, потому что я очень переживала за этой Суворкиной, что она меня нагрубила, что мне теперь нужно к другому врачу уйти, ночью вставать. Вот, я заболела. Короче, меня там, меня не лечили, потому что, ну, раз беременна, ничего же принимать нельзя беременна. Вообще ничего нельзя принимать. Вот, меня не лечили фактически, за мной только наблюдали. И после того, как я где-то, наверное, 3 недели или 4 я болела, у меня был ларингит, ну, на нервной почве он всегда. Только тогда мне врач Лор назначила, короче, такие процедуры, я не помню, как это называется, электрофорез что ли, я не знаю, какие ватки, короче, смоченные в чем-то, вставляются в нос, и типа электричество. Мне сказали, что это безвредно вообще, абсолютно не отразится на ребенка. И вот я таким образом вылечила этот ларингит. И, кстати говоря, я поняла такую вещь, что почему-то, вот, почему мне столько лет, ни разу этот электрофорез, если это он, и почему мне его ни разу не выписали, почему мне отравили антибиотиками, почему? А потом я поняла, почему. Ну, потому что, видимо, как-то вот так вот свыше такие вот распорядки, что... А это очень эффективная штука. Мне даже кажется, что сейчас этот электрофорез, он даже не входит в перечень бесплатно. Понимаете, да? Понимаете, да? Фишечку всю. Ну, ладно, я пришла, короче, к Ступко. Ступко такая женщина, ну, она уже старенькая, я не знаю, сейчас она принимает или нет. Она такая неторопливая женщина. Она очень много уделяет каждому пациенту времени. Ну, такая. И у неё медсестра очень хорошая, все о её медсестре очень хорошо отзываются. Вот в 13 или 12 недель она меня поставила на учёт. И вот как бы я к ней ходила. В принципе, она меня устраивала во всём. Но, так как я была человеком таким нервным всё-таки, да, мне всё равно казалось, что что-то не так, вот. И где-то, наверное, ну, мне не казалось. Так и было. Где-то, наверное, после четвёртого месяца я начала как-то очень резко набирать вес. У меня там было так, что неделя плюс кило, неделя плюс кило. И мне стало появляться ощущение, что я отекаю. И я даже к ней пришла, ну, как бы мимо приёма, и говорю, так и так, мне кажется, что я отекаю. А она говорит, не придумывай, не придумывай, попью успокоительное. И тут вот, кстати, это первый момент, когда мне что-то не понравилось, что она мне сказала, попью успокоительное. Какой-то вот в бутылёчке на спирту. И я про себя так думаю, блин, а беременным-то нельзя такие вещи, на спирту это всё пить. Нельзя. Мне стоматолог, я помню, у меня там нарыв какой-то был, прыщичек. И мне стоматолог даже, он хотел прописать там какой-то раствор для полоскания. Даже полоскать нельзя спиртосодержащими. И вот это был первый такой момент, где мне эту поступку не понравилось, что она мне посоветовала в качестве успокоительного попить какие-то там капельки или что-то. Ну, всё хорошо у меня, там анализы все хорошие были, ля-ля-ля. И потом, значит, настала очередь, мне нужно было идти какую-то фигню делать. Я не помню уже название этого всего. Ты лежишь, короче, к тебе присоединяют к животу какие-то датчики, и потом выдают тебе какой-то балл. Какой-то балл там от одного до десяти. И вот если у тебя плохой балл, то как бы всё плохо тебя отправляют в патологию в этот роддом. И мне одна моя знакомая, которая, как говорится, не первый год замужем, она мне сказала, говорит, если у тебя, говорит, будет плохой, ты, говорит, не переживай. У них, говорит, просто в третьей поликлинике вот так вот чередуются там. Ну, не знаю, может, люди там разные работают, я не знаю, что. Вот, говорит, один день все приходят, кто делает, у всех всех плохо этот анализ, ну, вот это измерение, да, датчиками. И все, говорит, в патологию. Второй день, говорит, все приходят, у всех всё хорошо. И я попала в тот день, когда было плохо, видимо, потому что мне показали какой-то там низкий балл. Это баба, которая снимала эти показатели. Ой-ой-ой, ну идите к врачу, она сейчас вам всё скажет. Я пришла к своей слубку, и там мне, говорит, едь в патологию, тебе надо ложиться туда. Я приехала в патологию, и там первый раз у меня произошло знакомство с врачом Алансовым. Ну, так получилось, что потом мы с ним постоянно встречались до родов. И, значит, он говорит, да не, говорит, всё нормально, говорит, что, говорит, они там, ну, так, сполошили, всё нормально. Ну, говорит, ну, раз приехала, мы тебя, как бы, оставляем на дневной стационар, будешь ходить. Я говорю, знаете, я ходить-то буду, но я ничего принимать не буду. И колоть мне тоже ничего не надо. Я, говорю, там уже поговорила в палате пока, ну, до вас, до встречи с вами. И им что-то там делают. Я говорю, я ничего делать не буду. У меня, говорю, всё хорошо. Ну, ладно. Он такой говорит, ну, хорошо, раз вы не хотите, то мне делайте. Но, говорит, я бы на вашем месте такой позиции не придерживался, потому что случаи бывают разные. Ну, ладно, я там лежала, приходила туда, как бы, ну, с утра, да, и уходила после обеда. Ну, то есть пришла, пожрала, они там что-то пришли, обошли, и пошла в освоясь. А все остальные лежали, им там что-то делали, им какие-то уколы делали, какие-то витаминки, ещё что-то делали. Нет, я ничего не делала. Мне это ничего не надо. Ну, ладно. Мне там истории всякие рассказывали, тебе беременные тоже, не первый раз. Вот. Интересно было. Я люблю пообщаться с народом. Ладно, выписалась. Потом, значит, опять пришла к Слубко. Она мне выписала какой-то... Господи, я не помню уже название вот этих всех таблеток. Я не помню. Ну, и не суть в том, что... Она мне её выписала. Я пришла домой, стала читать эту инструкцию. Ну, в интернете сразу не купила. Сразу мне, я начали почитаю. Читаю, а там какие-то такие, типа, что кислородная недостаточность плода, какие-то там патологии плода, что-то там ещё. Я сижу, ну, боже мой, с какого она мне это выписала? С какого она мне это выписала? У меня ничего этого нет вообще. Думаю, не буду принимать. Не буду. Значит, прихожу через две недели. Она говорит, ну что, ты его пьёшь? Я говорю, нет. А почему? Я говорю, потому что у меня всё хорошо. Я почитала инструкцию. Мне этот препарат не нужен. Я говорю, я хочу вас спросить, а почему вы мне его прописали? Да, у тебя всё хорошо. Ну, вот если бы ты его пила, было бы ещё лучше. Я говорю, ну, подождите, у меня по УЗИ всё хорошо. Всё нормально. С кислородом всё нормально у плода. Ну, в общем, говорю, так и закончилось наше с ней общение. И я для себя сделала вывод, что это просто, у них, видимо, такая разнарядка сверху, что всем беременным нужно выписывать вот этот препарат. Та же самая история, как вот сейчас тоже видео выплатит, подсказка. Когда ребёнку мы выписывали постоянно, все повально, как пантагам, пантагам. За каким? И никто мне не мог объяснить, за каким они его выписывали. Всем вокруг знакомым бабам с детьми выписывали детям этот грёбанный пантагам. Потом, перед самыми родами, я стала очень сильно отекать. Ну, правда, я очень сильно отекала. И у меня уже там последние три недели, у меня было так, что у меня на стопах, такой, как надувались такие шарики, ну, сверху на стопе. Я не могла ничего носить уже, обувь, вообще ничего. И они вот так бултыхались. И меня опять в патологию направили. И опять на дневной стационар я ходила. И опять Аланцев у меня был. И он мне выписал. Господи, что он мне... Он мне какую-то мочегонку выписала. И Аспаркан. Ну, в общем, мочегонку. Я ему говорю, я не буду принимать. Он говорит, зря, зря. Но я потом всё-таки попринимала немножко. Ну, и то там как-то так разово. Но он мне сказал, что, говорит, так нельзя принимать. Ну, да, я сгоняла этот отёк, да, но он потом опять всё равно появлялся. То есть эту мочегонку, видимо, надо было пить постоянно. И потом меня в 41 неделю положили на стимуляцию, потому что я не рожала. Так вот, я до сих пор считаю, что... Ну, как сказать, не то что себя виню. Но я считаю, что мне не нужно было тогда ложиться на стимуляцию. А мне нужно было просто доходить. И я думаю, что я просто сама начала рожать. А так получилось, что меня начали стимулировать. Ребёнок не опускался. Ну, не двигался ребёнок, да. И они ребёнка тянули в вакуум. Ну, а перед тем, как применить вакуум, ну, мне врач сказал, я лежу, значит, и он мне говорит, сейчас будем применять вакуум. Если, говорит, не поможет, поедем на кесарево течение. А я до этого, вот там весь период, да, я же, конечно, видела, как другие женщины рожали. У них всё было очень быстро. А у меня было очень долго. И больно. Но я думала, что, ну, так и должно быть. Все же говорят, что должно быть больно. А оказывается, было очень больно. И, значит, и мне врач говорит, что всё плохо. И для меня это был шок. Я лежу и думаю, как всё плохо-то. И тут я про себя думаю, так, надо сейчас так тужиться с этим вакуумом. Потому что я никакого кесарева не хочу. Потому что если бы у меня было кесарево, то у меня бы потом была бы затяжная депрессия. По поводу того, что я не смогла сама родить. То ли не смогла, то ли не дали. Так вот, что я думаю. Что, скорее всего, мне было ещё рано рожать. Они ребёнка начали стимулировать. А ребёнок не хотел вылезать, потому что рано. Ну а что, а что, него стимулируют, а он там сидит. Ну не хочется ему вылезать. Рано ему ещё. Почему такое мнение у меня сложилось? А потому что, когда я год ребёнка привела к неврологу на осмотр, мне невролог из Правникова, кстати, очень хороший невролог в детской областной больнице, она мне сказала, у меня есть такое ощущение, что у вас ребёнок как будто чуть-чуть недоношенный. Я говорю, а у меня тоже есть такое ощущение, что мне ребёнка вынули силком. Да, 41 неделя была. Да, ну и что? А по УЗИ, кстати, мне... Там тоже, кстати, с УЗИ было. Сейчас про УЗИ расскажу. Значит, по УЗИ последнего, у меня было всего 7 УЗИ за беременность. Мне врач сказала, у меня было 39 недель, она мне поставила 37 по УЗИ. И когда я принесла ланцу, у ланца говорит, что-то она там напортачила. Ну, какие 37, 38, если у тебя уже 39. Вот. Я думаю, что... Ну, извините, все по-разному. Говорят же, что беременность может длиться до 43 недель. Может быть, я вот такая, вот как слониха какая-нибудь. Мне нужно было 43 недели. А им лишь бы побыстрее вынуть. Почему? Они боятся. Вот он когда мне воды выпустил, ой, слава богу, воды чистые. А с чего они должны были грязные-то быть? Тёмные. С чего? Я здоровая баба. А вам надо побыстрее вытащить, потому что вы боитесь. Мало ли... Они же сами нифига не знают. Понимаете? Они же сами там, как пальцем в небо, тыкают с этими родами. У меня такое ощущение сложилось. Я не утверждаю. У меня сложилось такое ощущение. Впечатление. Считайте живой наглядный отзыв человека, рожавшего в нашем доме. Понимаете? Что они как будто не понимают, что происходит. Вот если баба нормально рожает, ну, быстренько... Там были такие, которые приезжали, раз у них вылетело, и всё, поймали, и бабы побежали. А если чуть-чуть всё сложно, они уже не понимают, что делать. И уже это у них паника. Надо скорее вытащить, и не дай бог с ребёнком что-то случится. Статистика пострадает, понимаешь ли. Про УЗИ, кстати. Я ж и УЗИ старалась не делать лишний раз, потому что я это всё знаю. Лишние вот эти все снимки, облучения. Это вот сейчас модно ходить на КТ, да? А я-то баба, я всегда баба умный была. Я знаю, что лишние снимки лучше в этой жизни не делать. А вот эти мне стали... Ну, как бы получилось так, что у меня их оказалось семь. Я-то хотела, чтобы три было, как у всех, да? А у меня получилось семь. Потому что они вот меня по этим патологиям таскали. Вот. Пример хочу привести у мужа знакомая. Она первого ребёнка рожала в нашем роддоме, Кесарева. Не понравилось. Ну, она там потом как бы увлеклась здоровым брожером жизнью, скажем так, в кавычках. Я не считаю то здоровым брожером жизнью, то, что она там делала. Но так или иначе, она потом второго ребёнка рожала дома. Дома с акушеркой. Ну, она наняла акушерку и рожала дома. И всё прошло хорошо. Потому что она не пошла в роддом рожать, потому что ей сказали, что мы у тебя будем кесарить. Она не хотела. И спокойно родила ребёнка второго дома. Что я не поддерживаю категорически. Я категорически не поддерживаю людей, которые рожают дома. Не поддерживаю. Только рожать надо в больницах, где есть не только врач, но ещё аппаратура реанимационная, не дай бог что. Ладно, это понятно, вы поняли. Но я тут сейчас о другом хочу сказать. Это до какой степени надо было бабе испортить впечатление при первых родах, чтобы она второй раз из страха дома рожала с акушеркой. Представляете? Это до какой степени надо испоганить вот это вот впечатление. Ну, ладно, вы, в общем, всё поняли. Обидеть никого не хотела, потому что в этой ситуации обиженный считаю себя. Меня, меня, меня можно считать обиженной, потому что я считаю, что те услуги, которые мне были оказаны, они то ли не соответствуют качеству, то ли не соответствовали моим завышенным ожиданиям, представлениям о медицине, да. Но этот разговор я могу продолжать бесконечно. У меня ещё есть много чего я могу рассказать про педиатрию у нас во Псковскую и про всё остальное. Сколько кругов ада у меня было пройдено и при беременности, и потом после.